Вот Путин говорил, лидер Единой России, не будет пенсионной реформы, пенсионная реформа проведена. Путин говорил, не будет конституционной реформы, конституционная реформа проведена. Не будет монетизации льгот, монетизация льгот проведена. Это то, что вы, говно, которое вы нам обещали, вы его сделали. Но вот вы, допустим, нам обещали в стратегии 2020, которая была политической программой Единой России, чем при Медведеве принималось, который сейчас переизбран, что у всех будет зарплата по 1700 долларов в конце 2020 года. 2020 год закончился год назад. Кукиш с маслом вы имеете из этой стратегии 2020, дорогие друзья. И это то, что они нам соврали. Они нам соврали по поводу нацпроектов. Они не выполнили майские указы президента. Они не выполнили майские указы президента, а президент все равно выступает перед единороссами и благодарит их за то, что они выполнили все, что он сказал. В стране нет больниц, разорена просто система здравоохранения, уничтожена к черту матери. Ее просто не существует. И даже за два года ковида эти жулики и воры ничего не сделали. Они построили больницу в коммунарке, как бы картинку такую. Они призвали армию, чтобы построить там что-то в Дагестане, где-то еще. Во всем остальном они ничего не сделали. Как стоят в развалинах, как стояли больницы два года назад, так и стоят по всей стране в развалинах. Как у людей не хватает медикаментов, так и не хватает. Даже прививок, которые сейчас впендюривают всем и каждому, и то не хватает. Понимаете? И все равно, с них как с гуся вода. Все равно Путин их благодарит за выполненные дела. Все равно они хвастаются, говорят, что мы победили благодаря тому, что народ нам доверяет. И прекрасно знают, что народ даже не голосует за них. Что за них чертыхаясь и матерясь, голосуют военные бюджетники, которые потом заставляют отчитываться. А все остальное им рисуют, их цифры победы. И вот они это знают. И Хинштейн знает. И Неверов знает. И Володин знает. И все, кто там сидит, все это знают. И Проценко, которая теперь там у них звезда, тоже знает. Они это знают все. И Саев знает. Понимаете? Яровая это знает. Вот все единороссы это знают. И все коммунисты, которые там сидят в Думе, это знают. А те, кто не знают, пусть мозги включат и глаза раскроют. И все это знают, что там все нарисовано. И все равно делают вид, что это все равно какие-то были выборы. Вот вопрос. Нахрена? Перестаньте делать этот вид. Скажите нам всем. Мы сильные. Вот ядро, съезд ядра идеальный. Должен быть такой. Выходит, ну допустим, Медведев говорит. Да, нас ненавидит народ. Да. Мы живем только ради себя. Хотя мы стараемся делать так, чтобы усидеть на этих креслах, в которых мы сидим. И находиться в этой обойме власти, в которой мы находимся. Но нам плевать на это. Потому что с помощью административного ресурса, силового ресурса, медийного ресурса. Мы можем нарисовать любой результат в стране. И мы удержим власть. Наша власть непоколебима, должны сказать единороссы. Наша власть не может быть опровергнута не оранжевой проказой. Алаверды Зюганову в виде Навального. Ни Шевченко там, ни кем не могут опровергнуть. Ни Рашкиными, ни кем. Ни Платошкиными. Наша власть, это власть сильного. Который как вор на зоне. Всех строит. Хотя нет, извиняюсь, воров обижать не хочу. Воры все-таки по справедливости стараются судить. Я не поклонник черной масти, но все-таки там есть какие-то свои правила, нормы и так далее. Тут есть только внутренняя норма. Понимаете, как говорится, не вылезай и иди в форматоре начальства. Вот и все. И страна бы сказала, да, ну что же. Это адекватная ситуация. Есть власть. Вот не понравился Фургал. Вот победил Фургал, унизил Единую Россию. Где этот Фургал? Сиди в СИЗО. Ждет несправедливый суда. Да, суд над Фургалом в Подмосковье несправедливый, противозаконный. Ну и что? Должны сказать их единороссы. А это наша власть. Че хотим, то и делаем. Кто нам укажет? Не нравится? Валите на либеральный Запад. Должны сказать их единороссы. Вместо этого они как бараны стоят и блеют. Им самим на себя смотреть не противно. Этим крутым реально пацанам, которые реально всех ограбили. Всех поимели. Всех обманули. Всех, как говорится, поставили на понятки. Уничтожили физически, морально. Посадили в тюрьмы. Стоят и изображают из себя Санта-Клаусов. Которые благо для... Мы делаем благо для народа. Благо для страны. Посмешище просто. Просто посмешище. Здравствуйте, люди. Вот моя любимая мамуля, которая третий год уже не ходит после инсульта. Из городской больницы выперли через две недели после инсульта. Написав в выписке. Под наблюдение участкового терапевта, кардиолога, невролога по месту жительства. Прекрасно знаю, что ни одного врача в поселке нет. В январе будет ровно три года, как я бросил работу в Москве на Новой Риге и приехал в Архангельскую область, чтобы ухаживать за мамой. От государства и соцслужб никакой помощи нет. Выживаем на мамину пенсию. От которой после оплаты ЖКХ и покупки лекарств маме остается 10 тысяч рублей. Вот такой у нас стул, днетаз есть, коляска есть. Добрые люди подарили. Но на улице мы не ходим, так как живем на пятом этаже. Мама грузная и нам не спуститься никак вниз туда. На коляске ездим только до ванны. Изгорем пополам забираемся в ванную, затаскивая ее и моемся, сидя на табуретке. Сколько у нас таких людей в стране? Недееспособных после инсульта и брошенных государством. Сотни, десятки тысяч. Тысячи, десятки тысяч. Спасибо вам за внимание. Здоровья вам и вашим близким. Мы так много вам хотим сказать. Очень крепко вас сейчас обнять. Женщин главных на земле самы. И, конечно, это наши мамы. Вот бы в детство нам сейчас вернуться. В ту заботу мамы окунуться. Когда палец чем-то прищемила. Целовала ты и проходила. На дощечках все мы выжигали. На открытках криво рисовали. На трудах склоняясь над партой. Над письмами на восьмое марта. До сих пор хранятся те дощечки. На которых вы с жены словечки. От которых улыбалась мама. Это лучший был подарок. Самый мамы наши милые. Мамочки, мамули. У кого-то молодые. У кого уже бабушки.